Найти работу, жилье и получить российское гражданство в Свердловской области пытаются около 9 тысяч беженцев с Украины. Сегодня чиновники признают, к такому количеству переселенцев оказались попросту не готовы. На всех не хватило даже бланков удостоверений. Выжить семьям помогают зачастую волонтеры. Андрей Ященко о тех, кто пытается начать на Урале новую жизнь. Все, что вы видите здесь, это диван, ковер, телевизор, детские игрушки, ходунки. И это нам все привезли обычные люди города Екатеринбурга. Семья Русовых приехала из Донецка на Урал 4 месяца назад. Жена Олимпиада, муж Михаил и трое малышей. Даниил, Аполлон и Никита Ричард. Сначала жили в Ривде, в пункте временного размещения. Через полтора месяца Русовым предложили искать жилье самостоятельно. Хозяйка этого деревянного дома с беженцев денег не берет. Попросила лишь оплачивать счета за газ и электричество. Самое сложное, это, наверное, адаптироваться изначально здесь. Тяжело все-таки вдали от дома. Тяжело было жилье найти какое-то отдельное. Потому что все, что не узнавали изначально, все было через агентство. Суммы очень дорогие для нас. Михаил Русов долго не мог устроиться на работу. В ФМС у мужчины забрали украинский паспорт. Взамен выдали только справку об оформлении временного убежища. Бланки удостоверений, которые принимают работодатели в качестве официального документа, на тот момент закончились. Сегодня в ФМС признаются, что оказались просто не готовы к такому потоку беженцев. На данный момент в Свердловской области проживает около 9 тысяч граждан Украины. К сожалению, на тот период имеющаяся нормативная база не могла оперативно реагировать на эти вещи. Михаилу удалось устроиться на завод Патра. Зарплата 20 тысяч рублей. Этих денег едва хватает, чтобы прокормить пятерых. А еще нужны лекарства. У детей серьезные проблемы со здоровьем. У семимесячного Никиты порог сердца, а пятилетний Аполлон отстает в развитии. Экстренную медицинскую помощь детям с Украины оказывают независимо от статуса. Но на необходимое плановое лечение дети могут претендовать только после получения российского гражданства или статуса беженца. Развенчивают в правительстве области и миф о выплатах вынужденным переселенцам. Никакие 800 рублей или иные какие-то средства прибывающим по линии федеральной миграционной службы, о 800 рублях, не выдавались, не выдаются и выдаваться не будут. Эти деньги предусмотрены на возмещение затрат из федерального бюджета, местным бюджетом, на пребывание. Сейчас основную помощь беженцам оказывают волонтеры. В области несколько десятков пунктов сбора вещей для нуждающихся. Один из них организовали прямо в храме во имя Иннокентия Московского. Под опекой волонтеров более 500 семей. Мы помогли всем. Мы чем можем? Перед Новым годом маленьким беженцам из Луганска и Донецка волонтеры хотят устроить праздник. Мы вот сейчас выпустили листочки и очень хотим обратиться к горожанам, чтобы собрать как можно больше деткам конфет. Когда сладким живешь, не замечаешь, а когда сладкого не хватает, все приходят спрашивать, а что-нибудь сладенького? Гуманитарную помощь для украинских беженцев принимает в храме Иннокентия Московского, который расположен на проспекте Ленина, 11А. Здесь с утра и до вечера дежурят волонтеры. Здесь же можно узнать, какие конкретные вещи требуются, чтобы уже адресно помогать беженцам. Андрей Ященко, Влад Кривяков и Евгений Морозов. Новости 4-го канала.